Первый чемпионат мира 4-го дивизиона по решению Международной Федерации Хоккея проходит в Кыргызстане. Для всех нас это большая гордость, но и доказательство того, что стремление нашей страны развивать этот зрелищный вид спорта поддерживают на международном уровне. Получить право проведения чемпионата мира это не так просто, то есть ты должен отвечать всем тренировкам Международной Федерации Хоккея. Благо у нас есть арена, которая этим требованиям отвечает и команда, которая тоже отвечает этим требованиям. И она должна быть команда, которая уже вышла определенные этапы. Вы знаете, что мы здесь проходили раньше кубки в ИЗА в Азии и вот мы достигли того, что имеем сейчас право выступать в чемпионате мира 4-го дивизиона. На ледовой арене президент Садыр Джапара. Он приветствует капитанов сборных команд Кыргызстана, Кувейта, Малайзии, Сингапура и Ирана. Трибуны с нетерпением ждут. Через секунду глава государства символически бросает шайбу в игру. Вот так был дан старт официальному началу чемпионата мира 4-го дивизиона. Он продлится до 8-го марта на базе спортивного комплекса «Бишкек-арена». Ее целый год готовили к проведению соревнований. Весь кыргызский народ рад тому, что в нашей стране впервые проходит чемпионат мира по хоккею. Это общеизвестный факт, что в спорте всегда побеждает сильнейший. Желаю всем сборным командам удачи в этом чемпионате мира. В первой игре встретились сборные команды Кыргызстана и Ирана. Наши хоккеисты с начальных минут матча начали доминировать над соперниками. Во время перерыва Садыр Джапарф зашел в раздевалку к спортсменам, чтобы поблагодарить за слаженную командную игру. Президента не отпустили без презента. Подарили именную форму национальной сборной и шайбу чемпионата. Вся федерация, команда. Вместе с Садыром Джапаровым на трибуне находился и президент Международной федерации хоккея Люк Тардив. Он выразил благодарность Кыргызстану за организацию чемпионата мира 4-го дивизиона. По его оценке в нашей стране у хоккея хорошее будущее. Я думаю, что у хоккея есть будущее в Кыргызстане, потому что хоккей требует характер. А у нас есть характер, и мы можем это показать. И поэтому в дальнейшем, я думаю, что после этих соревнований, тогда, когда уделяется большое внимание со стороны президента Кыргызской республики Садыр Нургоджевича, лично приехал президент Международной федерации хоккея Люк Тардив, это все говорит о том, что у нас однозначно хоккей будет развиваться. Отметим, что перед началом чемпионата мира Садыр Джапаров провел встречу с Люком Тардивом, на которой предложил ему поддержать в нашей стране хоккейные школы, а также построить новую хоккейную арену мирового стандарта. Сегодня в Кыргызстане хоккеем занимаются более тысячи спортсменов. Радует, что почти половина из них – это дети. Имеются две спортивные школы по хоккею в городе Нарын и в столице Бишкек. Мы хотим, чтобы хоккеем занимались во всех регионах республики. Наша цель, чтобы через 10-15 лет сборная Кыргызстана попала на зимнюю Олимпиаду. Что касается первой игры, то для большой радости болельщиков сборная Кыргызстана выиграла у сборной Ирана со счетом 13-1. Следующий матч наши хоккеисты проведут 5 марта против Малайзии. Мадина Низамова, Иния Тыргешева, Эльтер Бишкек.